Как в регионах выполняют решение по стабилизации цен на продукты, сегодня рассказали в Единой России. По всей стране были организованы рейды по рынкам и торговым сетям, чтобы проследить за ценами, в том числе на так называемый борщевой набор. Также открыли сотни дополнительных ярмарок, чтобы аграрии могли продавать свою продукцию без посредников. О том, как в итоге отреагировали цены, расскажет Анна Воропай. Луковая, свекольная, картофельная, повышение цен на рынке – настоящее горе для покупателей. Зелень безумно дорогая, по 350 рублей килограмм. Не знаю, дороже мяса уже зелень. С таким ростом цен обычные российские овощи становятся почти деликатесом. Только в июне, по данным Росстата, морковь подорожал на 37%, картофель на 20%, капуста на 14%. И теперь продавцы вновь переклеивают ценники. Только теперь цифры на них уже меньше. На рынках сейчас идут проверки. Первый же прилавок с морковкой, на которую пришлось жаловаться даже во время прямой линии с президентом, снова стоит 60 рублей. Два раза снизилась цена. Два раза. То есть сезон начинается. В Крыму максимально овощи увеличиваются, и цена падает. Дело в сезонности, так утверждали продавцы и чиновники Минсельхоза. Старый урожай к началу лета уже закончился, новый еще не успел созреть. И вот в августе все вроде как стало дешевле. Качественный урожай растет. Наша задача всех, чтобы эта морковь и в принципе и лук, и другие овощи на стол попадали по доступной цене для людей. Но по пути от поля до прилавка с морковкой иногда происходят какие-то чудеса. Стоит отойти подальше от маршрута контролеров и снова 150. Она была дороже, сейчас просто подешевела, пока ее много стало. Это подешевело 150 рублей? А сколько было раньше? 180. С какого потолка берутся такие цены, как помочь производителям? Пытаются понять в Единой России. Первое, что решили сделать, открыть больше ярмарок, чтобы облегчить фермерам доступ к рынкам. И исключить посредника между покупателем и производителем. Именно как раз то, что делает партия Единой России, это максимально помочь фермеру, открытие фермерских ярмарок, попасть на рынки Подмосковья. Во всех регионах страны за две недели дополнительно открыли более 300 ярмарок. В Воронежской области даже решили составить специальное соглашение между правительством и продавцами. Торговые сети обязались не завышать наценку более чем на 10% цен на продукты, а фермеры и производители на 15%. Как утверждают чиновники, меры сработали. Причем не только на рынках, но и в магазинах. Сегодня у нас идет снижение цен, скажем, на картофель приблизительно на 25-40%. На морковь идет снижение цен на 5-16%. Как обещают аграрии, цены еще снизятся, как только урожай этого года хлынет на прилавки. Осталось подождать совсем немного. Анна Воропай, Валерия Миланская, Алексей Евдоков, Вера Иптышева. Известие специально для РЕН-ТВ.